Привет всем еще раз. Сегодня у нас действительно такое интересное мероприятие, то есть такое собрание девелопера выходного дня, утренней субботы. Я сегодня здесь для того, чтобы немножко рассказать о серверном джаваскрипте. Вообще вот я про серверный джаваскрипт делаю первый доклад свой, основном как бы рассказывал про какие-то архитектурные моменты, больше по фронтен части, по функциональщине. Но сегодня будет немножко про бэкэнд. Думаю, что доклад будет не столько техническим в контексте какого-то примера кода, потому что, по моему мнению, каждая строчка кода, она как-то аудиторию отсеивает довольно-таки резко. Тем более, что у нас такая, я так думаю, что немножко разрозненная аудитория. Поднимите руку, кто вообще с джейсом связан. Вот, клево. А кто каждый день пишет на джейсе? Да, ну вот где-то половина. Вот. И поэтому, чтобы было всем интересно, поговорим более о каких-то high-level вещах. Вот. И, наверное, больше как бы пообщаемся в режиме вопрос-ответ. Вот. Думаю, что в таком формате будет как бы более интереснее, продуктивнее. Вот. И, ну, как мы знаем, как бы часто сталкиваемся вообще как бы с какими-то новыми языками программирования, разными понятиями, то как бы на бэкэнде у нас довольно-таки много разнообразных технологий, решений, языков и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и вот несомненно, что когда мы собираемся стартовать какое-то приложение, да, то есть когда у нас есть какая-то потребность, бизнес-потребность реализовать какую-то функциональность, вот, стоит вопрос выбора технологий, да. И как бы нельзя сказать то, что какой-то язык, либо какая-то технология, она вот лучшая, универсальная и так далее. Вот. В какой-то технологии в нашем коллективе просто есть специалисты, а в какой-то технологии предположим просто, что она создана для решения каких-то определенных задач. Вот. И поэтому сегодня как бы не день троллинга других, не день троллинга Java, .NET и так далее. Вот. Немного. Да. Но, тем не менее, то есть просто, что немножко поговорим о JavaScript в контексте как раз вот backend решений, чем он хорош и чем он нехорош. Вот. Ну, вот как может выглядеть на каком-то проекте frontend и backend, когда frontend какой-то красивый, универсальный, да, который писали гламурные ребята, вот, на каком-то, не знаю, втором ангуларчике, или уже четвертом, вот, либо реакте. Вот. А backend очень часто это какой-то вот очень большой, не всегда legacy проект, но если говорить об интерпрайзе, то вот с каким-то большим количеством рудиментов, вот накопившихся проблем, бакфиксов, не всегда хороших решений, да, то есть, как бы, если проект довольно-таки большой, то есть, он может длиться десятилетиями, то стоит отметить, что технологии эволюционируют, и мы не всегда успеваем их имплементить, вот поэтому, что на стороне сервера он может превращаться в каких-то вот таких вот монстров. Хотя для пользователей как бы все красиво. Вот. И по большому счету это наша задача как девелопера. Что творится вообще в JavaScript, да, вот, а там творится настоящий зоопарк, потому что как каждый новый, короче, довольно-таки клевый парень, вот, хочет придумать что-то новое. Майкрософт сделала, ну, замечательную штуку, да, это TypeScript. Кто пользовался, я думаю, что оценили реально его преимущества, да, в контексте типизации и тому подобное, ну, и других архитектурных решений вот в контексте языка. Вот. Есть Flow от Facebook, умирающий CoffeeScript, ClosureScript, если кому-то нужна какая-то функциональность, есть даже Scala.js, есть Elm, вот, вообще замечательные инструменты, которыми, к сожалению, мало кто пользуется, и вряд ли, вот, будет какой-то хайп по поводу них, потому что они, как бы, очень нишевые, да. Вот, как бы, если кто-то сталкивался со Scala на backend-части, то, вот, можно удивиться, как вот в контексте фронт-энда, либо в контексте JavaScript, вот, ее можно непосредственно применять. А, как бы, практически полноценная реализация Scala, вот, есть вот под JavaScript-платформу. Давайте переходить немножко дальше, поговорим, вот, о непосредственном, на Node.js, да, вот, сам JavaScript, как бы, появился в Netscape в 96-м году, вот, компании, как таковой, этой уже нет, я даже логотипчик не стал вставлять, потому что он довольно-таки убогий, да, потому что, как бы, логотипы 96-х годов, ну, 90-х годов, они, вот, как немножко отличаются. И, вот, прошло лет 20, и Google релизил Chrome 8, V8, да, движок под Chrome, который, как бы, очень быстрый. Сейчас он не самый быстрый, вот, все-таки движок Edge от Microsoft по многим показателям работает быстрее. Вот, но V8 популярнее, V8 саппортит Google, и вот в 2009 году, вот, паренек Райан Долл решил создать серверную реализацию, вот, как бы, серверную платформу Node.js, непосредственно основываясь на V8, да, то есть V8 как просто сам JavaScript, да, то есть интерпретатор JavaScript, да, вот, и сам Node.js использует дополнительные библиотеки на C++, как бы, что тоже, как бы, является довольно-таки производительным, в итоге является некой платформой на JavaScript. Ну, в 2014 году форкнулся IOJS, вот, и практически там даже года не прошло, в 2015 году два проекта селились, и уже в версии Node.js 4, да, вот. Вот, сейчас, как бы, LTS-версия, это шестая нода, вот, ну, менее, чем, думаю, полгода назад LTS была 4, поэтому, как бы, довольно-таки популярный стек. Вот, говоря о каких-то причинах и отличиях вот Node.js от каких-то классических языков, с которыми мы имели и имеем дело каждый день, вот, примеры с тем же PHP, либо с теми же рубями, вот, то, как бы, многопоточное асинхронное программирование имеет вот ряд существенных отличий, да, и когда, вот, ребята переходят с одного на другое, чуть чаще всего, то есть происходит переход именно с какого-то классического языка, ну, в контексте, который реализует парадигму именно многопоточности, асинхронность, да, потому что, как бы, вы имеете дело с какой-то Java на проекте, она клёво работает, да, но вам необходимо поддерживать большое количество соединений, да, и тогда архитектор либо заказчик говорит, я слышал про Node.js, вот, давай его, давай, давай, давай его, вот, и вы начинаете что-то делать и понимаете, что, как бы, какая-то боль происходит у вас, вот, вот, начинаются, как бы, неприятности и, как бы, корень в том, что, как бы, работает все немножко по-другому. А если для, вот, реализации какого-то классического веб-приложения, да, когда к вам приходят именно запросы от сервера, вам нужен, ну, реквест, понятно, что какой-то веб-сервис, там, какой-то апатчик, и этот веб-сервис поднимает много инстансов вашего приложения, да, и каждый, каждый из инстансов имеет, как бы, свою задачу, да, кто-то какую-то бизнес-логику выполняет, кто-то с сетью работает, а какой-то из них в DB стучится, и вот, по сути, у вас запущено энное количество потоков, вот, если 200 запросов к вам пришло, 200 раз ваше приложение запустилось на сервере. И, как бы, иногда это не очень хорошо, да, потому что, если какой-то запрос будет выполняться довольно-таки долго, он будет блокировать другие запросы. И я вот пытался, вот, в контексте то, как работает именно эта схема в многопоточном программировании, пытался вот нарисовать, как это все будет именно в асинхронном подходе, и мне ничего не получилось, да, потому что нужно копать глубже, да, получилась вот какая-то палочка, реквест пришел, а там под капотом event loop, который всю эту синхронность реализует, и не получилось конструктивно всем, потому что именно внутри кроется деталь реализации, да, почему все работает по-другому. А все работает по-другому вот поэтому. Саму асинхронность реализует механизм event loop, ну, это в джаваскрипте. То есть сам поток джаваскрипта, он один, соответственно, как бы, если вы запускаете какой-то инстанс Node.js приложения у вас на сервере, то он занимает как бы только один поток, он работает, по сути, на одном ядре вашего процессора. И суть этого event loop заключается в том, что в сути вашей задачи, они дробятся на небольшие чанки, небольшие звенья, которые выполняются один за другим. То есть приходят реквесты, event loop, соответственно, у нас есть некоторые задачи, да, которые мы можем выполнять, то есть работать с файловой системой, с базой данной, какие-то вычисления производить и так далее. Вот мы просто регистрируем какой-то callback, что к нам пришел клиент с какой-то задачей и все, да, то есть мы можем продолжать выполнять работу, брать в работу как бы другие запросы, а под капотом у нас будут выполняться операции с файловой системой. И то есть выполняя операции одна за другой, да, у нас создается некая вот такая продуктивная среда, вот когда мы как бы работаем в потоке не непосредственно над одним запросом, на задаче одного запроса, а как бы в каждый момент времени вроде бы над конкретной задачей, да, но если взять какой-то небольшой промежуток времени, то за этот промежуток времени мы успеваем поработать одновременно с большим количеством этих запросов. И вот такую модель EventLoop плюс-минус реализуют языки, в которых есть вообще понятие синхронности. Ну, то есть если смотреть overview на то, что есть именно в Node.js, то, ну, Node.js это понятно, что сервер-сайт платформа, вот, вот V8 под капотом, вот, ну, сейчас уже вы можете использовать движок Microsoft вместо V8, то есть разработчики дали такую возможность, то есть если есть желание. Вот, честно говоря, какой-то острой необходимости я в этом не вижу, да, но как бы если есть потребность, почему нет? Вы можете использовать существующие библиотеки, которые написаны именно под Node.js, ну, то есть, к примеру, у вас есть JavaScript, то есть понятно, что в браузере у вас нет возможности работать с файловой системой, да, непосредственно с сетью, то есть не возникает таких запросов. Вот, поэтому была задача реализовать вот эти системные библиотеки, как бы, которые реализуют эту функциональность, то есть у них JavaScript API, вот, и, по сути, они дополняют вот этот движок, и мы имеем полноценный механизм, помощью которого мы можем реализовывать свои приложения. Классический Node.js реализует и вендрайвинг, и асинхронный подход к разработке, да, очень клево ложатся системы событийно ориентированные, да, то есть, и, как бы, асинхронные в том числе. Вот, ну, и тоже основной плюс, это неблокирующий вот вывод, что дает возможность вот огромное количество соединений открытыми держать. Говоря о… в обезьянке. Говоря о масштабировании Node.js приложений, вот в классическом понимании, если вы имеете дело с каким-то фреймворком, вы просто запускаете еще один инстанс вашего приложения на отдельном сервере, вот, если вы их там на Амазоне, то используете Amazon Load Balancer, пять инстансов запустили, это все очень, как бы, дорого, да, ну, на самом-то деле, потому что, если вот чуть-чуть там не выдерживает нагрузка ваше приложение, вы можете ее, как бы, располовинить, запусти просто в странице с вашего приложения, и, как бы, ну, все работает довольно-таки неплохо. Но в Node.js это не так. Вот, если говорить о… ну, о начале масштабирования, то есть вы имеете дело с одним запущенным процессом, у вас задействовано только, как бы, одно ядро вашего процессора, то есть если их четыре, соответственно, три по факту бездействуют. Ваши соединения приходят к ивент-хендлерам, которые вот загружают ивент-луп, который заточен на непосредственно одно ядро. И, как бы, все здорово, но мы же понимаем то, что это неэффективно. Да, то есть, как бы, для того, чтобы получить в конечном итоге полноценное приложение, нам нужно полноценно задействовать, как бы, ресурсы нашего сервера и в конечном итоге масштабировать наше приложение. В начальной реализации Node.js не было модуля кластер, он появился немножко позже, он, по-моему, даже сейчас еще в экспериментальной версии. До этого просто использовали Nginx. на передовой, да, вот запускали несколько инстанций в Node.js, Nginx, то есть, хендлил запросы, разруливал, то есть, ситуацию, какую ноду загрузить, в зависимости от того, есть у них сейчас задача или нет, и таким образом, то есть, масштабировалось приложение. Дальше появился именно модуль кластер Node.js, и стало немножко проще. Вот, например, вот этот вариант масштабирования, он реализует мультикор, то есть, задействование всех ядер, и, как бы, на каждое ядро, за каждое ядро у нас отвечает, как бы, свой отдельный ивент-хендлер. И также есть тоже вариант масштабирования, то есть, когда у нас, по сути, вент-хендлер он один, один ивент-луп, но под капотом задействована, вот, непосредственно работа, у нас есть воркеры, и задействована работа с каждым, с каждым CPU. Вот, как бы, для определенной задачи, конечно, вам нужно выбирать, как бы, свой вариант, но вот таким образом происходит именно масштабирование системы. Еще один плюс Node.js, это универсальное приложение, да, то есть, если у вас есть ребята, которые хорошо пилят фронт-энд, пришел один хороший бэкэнчик, ему нужна помощь, очень легко перетянуть туда человека. То есть, с JavaScript вы можете на сегодняшний день, да, реализовать уже полноценное приложение. То есть, человек может быть довольно-таки универсальным, то есть, он пишет одновременно фронт-энд и бэкэнд, и, как бы, довольно-таки, на самом-то деле, неплохо. Да, потому что раньше, как бы, было более-больше, какие-то там на бэкэнде JSP-шные страницы, да, либо рендеринг на стороне PHP, вот, когда ваш код просто, ну, становится довольно-таки убогим, потому что HTML свой рендерите на стороне сервера, JavaScript тоже там, вот, то на сегодняшний день, как бы, вот, даже в процессе, когда у вас стек JavaScript фреймворк и нода на бэкэнде, вот, распределять задачи даже внутри команды становится немножко проще. Вот, то есть, вам не нужно изучать, по факту, дополнительный язык. И это, как бы, несомненный плюс. То есть, вы можете какую-то библиотеку, какую-то функциональность диригировать и шарить между бэкэндом и фронт-эндом. И это плюс. То есть, говоря о том, что, какие вообще приложения можно реализовать на Node.js, то есть, для какого стека, вот, мы лучше всего подходим, ну, очень часто это какие-то API и прокси-серверы. Потому что, ну, на самом-то деле, довольно-таки быстро, да, за сетапе, то есть, какой-то API и, то есть, ну, например, как бы какую-то оберточку для вашей базы данных с небольшим набором функционалов, это будет быстро работать, быстрая реализация, вот, и на выходе, то есть, вы получаете то, что вам нужно. Это прокси-серверы, соответственно, и, ежеговоря, непосредственно в каких-то более хайлл-приложениях, вот, очень часто чаты, бэкгенд для онлайн-игр, бродкастины и аппликейшены, которые, ну, основаны на модели подписки, вот, они очень часто под собой имеют реализацию именно Node.js. Ну, в классическом понимании, да, то есть, какие-то большие системы, а-ля Netflix, Amazon и так далее, вот, они, конечно, как правило, именно в своем технологическом стеке имеют большое количество инструментов, вот, технологических, то есть, языков, которые, вот, они непосредственно используют для своего функционала, да, то есть, какие-то задачи хорошо решает Node, поэтому она выбирается для функционала какого-то сервиса, вот, какие-то Java и так далее. Вот, говоря о популярности Node.js, вот, стоит отметить, что на сегодняшний день количество пакетов, которые contribute to community, оно вот непременно растет и, вот, с очень большими темпами. Да, вот, если говорить о, как бы, какой-то динамике, то нужно отметить, что, как бы, качество остается, вот, плюс-минус тем же, вот, я могу, вот, визуально сказать о том, что качество пакетов, оно не падает, но количество непременно растет, и поэтому вы практически все, что угодно, вот, для ваших потребностей можете найти, то есть, вы идете в NPM, смотрите, есть ли этот модуль кто-то уже, ну, сделал для какой-то вашей функциональности, смотрите, что его поддерживает, вы выбираете, используете все у себя в приложении, и, как бы, все клево. Это все от меня, спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Да. Здесь небольшой вопрос к поводу того, чтобы использовать кластеры, конкретно для многопоточности, это не overview, в плане того, что поднимаются целые новые инстансы приложения, для того, чтобы просто использовать многопоточность. А в том-то суть, то, что мы не используем многопоточность, мы говорим о том, как масштабировать наше приложение, потому что запуская один инстанс, да, вот, например, на четырехъядерном процессоре, ну, мы понимаем то, что три у нас просто простаивают. Вот, и теперь нам задача просто загрузить остальные три. Оверкила не происходит, мы просто максимально наш ресурс используем. Вот и все. Просто классический инструмент, если мы возьмем вот ту же пыху, да, наш веб-сервис, веб-сервер, да, он поднимет, ну, то есть, как бы, он запустит, если придет, как бы, 8 клиентов, да, то 8 инстансов нашего приложения, как бы, которые будут работать с четырьмя нашими процессорами. То есть, модель просто немножко по-другому выглядит. И за счет того, что она выглядит немного по-другому, в определенных задачах у нас просто достигается вот большая продуктивность и эффективность. То есть, оверкила не происходит вот в этом случае. Ну, смотри, как бы, сам кластер, да, он имеет просто под собой разную реализацию, вот. На самом-то деле, как бы, это уже задачи, как бы, ну, core-библиотек, да, вот, мы, в принципе, даже о них можем не задумываться, а выбирая эту модель, как бы, в определенных задачах у нас просто достигается вот именно эффективность, да, потому что, если здесь, как бы, у тебя connection, к примеру, вот, пришел, он работает непосредственно с одним каким-то event-хендлером, вот, то здесь, как бы, со многими. Вот, здесь, как бы, просто непосредственно нужно смотреть задачу. Как это происходит? Ну, вот, как бы, на уровне core-реализации, да, вот, вот уже непосредственно, вот эти C++ аддоны решают вот эти вот вопросы. Давайте, кто там еще был вопрос? Давай. Реальный пример с онлайн-игрой, там, где нахуй, где-то с БКМ, это вот это. Ну, смотри. Где? Я же хочу обезьянок найти. Стой. Нет, надо туда. Вот. Вот эти ребята, онлайн-геймеры. Их, как бы, очень много, да, и… Да. Говоря о каких-то онлайн-играх, да, ну, то есть, как правило, вот они небольшие. Вот сегодня, как раз, чуть позже будет доклад о… о геймдеве, вот. И очень часто, когда вот именно у нас используется JavaScript в качестве фронтенда для какой-то игрушки, используется и бэкэнд, ну, потому что, опять-таки, универсальное приложение и так далее, вот. И, во-вторых, то есть, когда мы имеем дело с онлайном, да, и с небольшими игрушками, а-ля каких-то онлайн-казиношек, шутеров, стрелялочек, небольших приложений, когда, то есть, нам не нужны какие-то действительно сложные вычисления на стороне бэкэнда, вот. Вот Node.js – это хороший инструмент, потому что, опять-таки, большое количество коннекшенов, вот. То есть, ты к себе на сайте что-то забросил, да, 200 тысяч пользователей пришло, и оно не упало почему-то. Вот и все, то есть, это здорово, понимаешь. А, в принципе, если бы тебе нужны были какие-то сложные задачи, да, можно Node.js использовать в качестве какого-то прокси-сервера, да, а за ним что-то какой-то C++ прикрутить, если нужны какие-то более тяжеловесные операции. Вот, если у тебя, скажем, игрушка там с WebGL-ом работает, тебе какие-то пересчеты, вот еще на стороне бэкэнда нужны очочки считать, кого там кто-то что-то убил, не добил и так далее. И вот как бы в качестве этого Node.js – хороший инструмент. Иногда вот полноценный сервер, иногда просто прокси-сервер, но за счет того, что большое количество коннекшенов и вот быстрая реакция для пользователей, что как бы важно в игре, да, потому что, как бы, если ты кого-то стрельнул, попал ему в голову, а он упал через 2 минуты, да, при этом пробежав еще там 20 метров, как бы это не очень интересно. Вот, поэтому… Ситуация в следующем. Сам по себе Node.js как бы он одновременно… А, да, давайте. Вопрос в общем в следующем, да, вопрос в том, что, в общем, нафига использовать кластер для масштабирования, если у нас есть Nginx, и он решает эти вопросы. Правильно? Ну, как-то так, да? Да, можно в такой форме, как бы более понятной. Ну, на самом-то деле, до этого так и происходило, да, то есть нам необходимо… Ну, понятно, что задачи как-то автоматизировались нашими скриптами, то есть мы заходили там на EC2, ну, хорошо, в Мазоне там свой load balancer, покупали какой-то сервер на DigitalOcean, четыре ядра у процессора, ставили Nginx, как бы все здорово. Но как бы зачем, если… Ну, то есть как бы Nginx выполняет эти задачи, да, и как бы это полноценный веб-сервер, да, у которого очень много настроек и инструментов, и функциональности под капотом, да, там кеширование и так далее, и так далее. Но как бы как выяснилось, сейчас вот довольно-таки популярный кластер, вот исходя из того, что этот инструмент, да, этот модуль от непосредственно разработчиков Node.js, да, и он как бы имеет больше возможностей, и он более гибкий в контексте вот управления непосредственно вот инстансами. Я могу, кстати, можно я отвечу на этот вопрос? Да, пожалуйста. В плане Nginx супер, и он очень быстро работает, когда нужно что-то кроме маршрутизации быстро и кеширования, то есть нужно какая-то атишинная логика, слой, то тут как бы лода уже встает, потому что легко нужно добавить свою какую-то бизнес-вольку, в маршрутизацию и расстройство. Просто да, если вот у тебя в приложении вот для твоей бизнес-задачи подходит Nginx, и ты его используешь, то как бы клево все. То есть никто не против, и все отлично, вот. Но как бы во многих случаях все-таки кластер, как бы он более-более гибкий инструмент. Есть какой-то стандартный подход, когда мы запускаем, допустим, мультипроцессорное приложение, когда на каждый процессор, по сути, поднят свой инстанс. Есть подход стандартный событий для коннекшена между приложениями? Да, ну да, 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 то есть как бы очень часто нам нужно какое-то состояние шарить, да, ну хранить. Ну на самом-то деле как бы здесь зависит от приложения, да, непосредственно. Если мне нужно хранить состояние, я могу использовать для этого Redis. Да, ну я понимаю, ну вот к примеру, да, расшарить просто какие-то данные между двумя инстансами, то я использую Redis, к примеру. В каких-то ситуациях я использовал даже, если я не ошибаюсь, отдельную ноду, мастер-ноду, которая была запущена на одном из процессоров, и она как бы занималась хендлингом других нод. То есть паттерн типа master-slave, но как бы это еще до существования кластера. Вот на самом-то деле вот была задача вот такого характера, когда именно мастер-хендлинг, ну по сути это как бы какая-то своя доподобная реализация кластера. То есть каждый по сути решает задачу в зависимости от своих потребностей? Да, в зависимости от потребностей. Ну а подходы здесь? Ну на самом-то деле, то есть, ну вот смотри, если мне, если я хочу расшарить состояние, я могу взять как бы просто обычный Redis, да, чего-то записать, остальные могут почитать, то есть, ну обычная система очередей, но я должен понимать, да, то есть, если у меня сервер упадет, то данные из Redis тоже, потому что памятная оперативная, это быстро работает, но не всегда эффективно. Как бы очень часто я используюсь в Амазоне SQS, да, а если не Амазоне, то какой-нибудь RabbitMQ, который просто позволяет очередь задач, то есть, я задачи, которые приходят от клиента, от клиента могу записывать вот здесь вот в какую-то очередь, а от нее потом разгребать, 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 разгребать. И все. То есть, если у меня приложение упало, либо там какие-то инстанции упали, один не справляется, ну в контексте того, что нагрузка на него больше, да, но как бы не сторится в этой очереди, очередь накапливается, 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 когда-нибудь эти поднимаются, начинают их разгребать. Вот, то есть, в очереди тоже такой очень популярный, как бы, инструмент вот в контексте… Это похоже на стандартную схему кластера с NGIN, самый обычный выход. Ну да. Сзади, только все внутри NGIS. Внутри NGIS. Есть еще вопрос? А если же ты палец показываешь, вопрос давай, палец он показывает. Да. Еще вопрос такой, я смотрю, как бы некоторые коллеги отказались от NPM в пользу Ярна. Ну, как бы Ярн клевый, что-то сказать. Просто он чуть-чуть лучше. Да, вот, но на самом-то деле, вот мы у себя в проекте использовали одновременно Ярны, Ярны, НПМ. Ну, потому что, как бы, у нас весь проект, ну, немножко… Как бы, просто что много, много того, что в НПМе приходится выдумывать самому, есть в Ярне, вот и все. Да, если это какой-то шире ранг, тебе нужно притягивать еще, ну, типа, для того, чтобы зафиксировать версии модулей, вот тебе нужно еще НПМ-пакет тянуть, то в Ярне ты просто используешь Ярн-лок для продакшена. И, как бы, еще какой-то плюс, наверное, то, что, как бы, он киширует какие-то модули, и тебе порой не приходится ждать 5 минут, пока все твои зависимости поставятся, потому что Ярн использует, ну, киширование, то есть он киширует пакеты. Вот, на самом-то деле, как бы, инструмент хороший, но в каких-то ключевых таких отличиях, когда он увеличивает реально продуктивность, вот, намного, вот, наверное, нет. Ну, вот, может быть, еще, вот, в момент CI тоже, когда, вот, если вы там часто деплойтесь, Ярн позволяет, вот, опять-таки, немножко быстрее пакетики ставить, вот, хендлить ваши версии более удобно. То есть, как бы, в принципе, я за Ярн, если большинство не пользуется Ярн. Спасибо. Большое за вопрос интересное. У вас есть вопрос на деле? Да, все, спасибо большое. Спасибо.